здравствуйте дорогие друзья здравствуйте любители хорошего алкоголя рад вас видеть на своем канале очень по вам соскучился соскучился по роликам соскучился по обзорам и вот по виске тоже кстати очень соскучился потому что у нас в последнее время на канале коньяки до бренди вот как-то так и сегодня вискарь вискарь необычный вискарь ирландские тройной дистилляции ну вы все прекрасно знаете марку бушмелс был у меня на сравнительном обзоре бушмелс начальной линейки белый бушмелс кстати примерно в таком же тубусе возможно дизайн даже один в один только разная цветовая гамма но здесь конечно смотрится все выигрышней потому что вот такой черный красивый тубус и эти цвета всегда сочетались черный белый золотистый выглядит все очень здорово так вот бушмелс у меня был белый мне его подарили на день рождения там несколько лет назад там два или три года я уж точно не помню и снимал я сравнительный обзор тоже с начальным джеймисон тогда джеймисон мне показался интереснее показался вкуснее богаче ярче ну и все такое прочее в общем выиграл вам по всем аспектам кроме цены если за обычный белый бушмелс просят ну там тысячу рублей за 07 по хорошей скидке найти все равно можно периодически такие цены проскакивают за 05 просят там 700 800 рублей по тем же акциям то вот джеймисон это минимум 1000 рублей за 05 и там около полутора тысяч может быть там 1400 в хороших случаях это 1300 за 07 вот ну разница разбег где-то да там получается 200 300 и чуть повыше рублей между белым бушмелсом и обычным джеймисон вот все равно как то если вдруг по какой-то непонятной причине меня потянет на начальный ирландский blend то выберу я все же джеймисон вот хотя многие склоняются к тому что бушмелс по как-то поярче повкуснее более там медовый ароматный выдержка из-под хереса по моему даже базовые из-под хереса там есть до выдержка вот здесь тоже кстати выдержка из-под хереса присутствует в бочках из-под хереса уж сколько там виски томится я точно так и не нашел вот просто сзади на этикетке пишется минимальная выдержка три года но это совершенно стандартная практика совершенно стандартная выдержка что касается состава данного виски то тут тоже все достаточно просто спирты вода колер краситель давайте наверное доставать бутылку наливать напиток и уже пробовать дизайн самой бутылки мне тоже очень нравится во первых его форма такая вот квадратная красивые черные этикетки с тиснениями белым шрифтом написано бушмелс такие золотистые узоры на этикетке вот указаны здесь мировые награды достижения медали и чуть выше написано шерри каск резерв то есть выдержка в бочках из-под хереса то есть это должно быть сладенько фруктовенько какие-то может быть сухофрукты может быть какие-то коньячные темы здесь будут проскальзывать по поводу спиртов тоже нет точной информации но судя по множеству источников здесь доля солодовых спиртов доходит до 80 процентов представляете очень солидно кстати по поводу ценника 1600 рублей в карусели его приобрел для нашего города зверь достаточно редкий хотя самара город не маленький но все равно выбор виски основной выбор виски в метро но метро не всегда попадешь находится он достаточно далеко не сказать что вот прямо за чертой города но все равно добираться не очень удобно бывает а вот карусель там лента что там еще перекрестки это пожалуйста но не всегда в них находятся какие-то интересные экземпляры по приемлемым ценам но вот бушмилл за 1600 я сразу взял на момент записи ролика это 26 июня данный виски еще стоит по акции в карусели за 1600 рублей и есть он метро за 1400 там с небольшим но перец и метро мне как-то вот накладно неудобно и вообще очень лень поэтому взял его в карусели за 1600 не раздумываю один раз его попробовать стоит составить свое мнение вот и можно бы было его наверное сравнить с односолодовым виски american oak акентошин он тоже стоит примерно там 1600-1800 на постоянку но частенько можно даже и подешевле его где-то встретить вот тоже тройная дистилляция как у этого виски несмотря на то что акентошин шотландский вискарь вот ну что ж давайте открывать кстати пробулька я здесь вижу уже не такая винтовая как на первой версии данного напитка начальный базовый вот здесь уже пробка по-моему такая из прессовочки ну давайте открывать наливать и дегустировать друзья свежеоткрытая пробка пахнет очень приятно имеет такой сладковато винный аромат очень вкусно очень вкусно пахнет ладно давайте наливать напиток в бокал я уже сам в нетерпении извиняюсь за немного севший голос за бортом плюс 35 спал под кондеем вот немного может быть из-за этого голос подсел ладно давайте наливать пробовать я прям уже весь в нетерпении друзья очень красивый цвет увески прям жидкое золото и телу напитка достаточно такой плотненькая я редко отмечаю такие моменты но прям плотность присутствует давайте пробовать виски на аромат аромату виски замечательный насыщенный плотный даже не ожидал от тройной дистилляции такой прийти в первую очередь аромат этого виски перенес меня в какой-то прохладный лес где есть и немного аромата дерева немного аромата листвы немного аромата земли и как будто идешь по такой тропинке которая выводит тебя на ореховое дерево пахнет лесным орехом замечательный аромат чувствуется солодовые ноты чувствуется вот этот вот хлебушек чувствуется сладкий винный аромат на самом деле уже не терпится попробовать этот виски на вкус можно конечно дальше сидеть разбирать эти ароматы замечательные запахи спиртуозности кстати никакой хотя и не давал этому виски подышать там не 5 не 10 минут все как бы в реальном времени но немножко конечно монтажа но тем не менее как бы открыл понюхал выпил замечательно есть что-то даже от свежих фруктов персик есть возможно даже какие-то красные ягоды земляника может быть ну что ж аромат замечательный прям вообще никаких претензий давайте уже наконец-то пробовать на вкус друзья ваше здоровье вкуснятина друзья очень классный очень насыщенный вкус однозначно ярче чем кинтошин америка наука которым я скорее всего сравнил бы данный бушмелс будь у меня этот америка наук на квартире родителей но к сожалению здесь алкоголя очень мало но вот бушмелс был в их числе так вот ко вкусу давайте еще сделаю глоточек и расскажу вам подробнее что я почувствовал в этом виски замечательный вкус в первую очередь опять выступают лесные орехи спиртуозности по минимуму я уже успел попробовать несколько односолдовых или солодовых смешанных виски и могу вам сказать что этот представитель далеко не последний в этом списке несмотря на то что в нем содержатся зерновые спирты где-то ну 20-30 может быть даже 40 процентов этого никто точно не знает но повторюсь доля солодовых спиртов здесь где-то доходит до 80 процентов несмотря на то что в виски присутствует яркий ореховый вкус вкус дубовой бочки которые как правило характерны для выдержанного виски данные вкусы очень хорошо переплетаются со свежими фруктами в данном виски с винной сладостью вот с какими-то винными нотками может быть какими-то лесными ягодами баланс замечательный виски очень вкусный очень питкий пьется просто супер подоживленную беседу с друзьями можете просто-напросто не заметить как испарить ценное количество этого прекрасного виски что же давайте заключительные за вас друзья спасибо что смотрите спасибо что поддерживаете подписывайтесь на канал ставьте лайки берегите себя всем пока до новых встреч а